Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чайпашки Ниндзя Безумия Мутантов. И сегодня мы продолжаем играть со стаями от подписчиков. Также я буду прокачивать и усиливать героев согласно ваших отзывов и комментарий. Что ж, начнем. И первым написал и оставил в свой комментарий подписчик с ником Ваня А4. Прокачай Ранет, Ниндзю Сплинтера, Кейси Охотника. Что ж, с удовольствием иду на встречу. И да, друзья, сегодняшнее видео начинается с прокачки героев, а не сражения. Что ж, я думаю, друзья, это не критично. Вот, не помешает улучшить персонажей. Итак, давайте-ка посмотрим на Ранет. Вот такая вот классная, крутая, с магическим посохом. Сейчас она 185 уровня. И давайте-ка, друзья, я ее докачаю до 190. Так, друзья, мне кажется, будет здорово. Отлично. Вот, переходим к следующему персонажу. И это у нас Ниндзя Сплинтер. Вот 175 уровня. Давайте-ка я покажу его с разных сторон. Также скилл, который он использует. Вот, стреляет градом стрел. Итак, Ниндзю Сплинтера, друзья, давайте-ка я докачаю до 180 уровня. Так, мне кажется, тоже будет здорово. И, кстати, есть возможность улучшить персонажа ингредиентов. Но пока я этого делать не буду. Итак, Кейси Охотник. Давайте я найду еще и этого персонажа. Сейчас попробуем его прокачать. Насколько я помню, друзья, Кейси Охотник у нас 4-х звездочный. У меня выпал неплохой ингредиент. Вот, сундук. И мне удалось улучшить этого персонажа. Да, он 182 уровня. И сегодня я хотел бы его докачать до 185. И улучшить персонажа ингредиентами. Вот так. Здорово. Кстати, покажу Кейси Охотника с разных сторон. Вот такой вот неплохой. Ну и плюс еще, когда нажимаешь на него, происходит забавная анимация. Супер. Итак, просьбы вот Ваня А4 я выполнил. А сейчас идем с вами дальше. Максим Киряков оставил свой состав. Попросил, чтобы я взял самых сильных персонажей. Прокачай Скар, Лотос, Наполеона. Ну что ж, друзья. Давайте-ка, я думаю, сыграем с вами сильными персонажами. А потом я прокачаю героев. Итак, высадим отряд, который участвовал в прошлом видео. Вот так. И сейчас попробуем вот собрать состав самых сильных. Итак, самыми сильными сейчас у нас, благодаря бонусам, это у нас Крэнк, Фугетоид, Металлоголовый, Хромированный Купол и Технодом. Хотя, смотрите, друзья, какой интересный нюанс. Вот, пятизвездочный герой, всего у меня двое. Это Технодон и Микелажело, причем они двухсотого уровня. Но благодаря вот бонусам, которые есть на этой неделе, вот даже четырехзвездочные герои их обогнали. Итак, сила моего отряда 180 тысяч 456 единиц. У врагов 207 тысяч 635. То есть, враг сильнее, друзья, но я уверен в нашей победе, так как у нас есть очень неплохие прокачанные скиллы. Итак, накапливаем энергии. И вот Крэнк стреляет лазерами из глаз. Вот, Металлоголовый забрасывает врагов ракетами. Да, Фугетоид создает энергетический щит. А Дони, вот Технодон, использует, вот призывает технопушку. Отлично. Хромированный купол наносит очень мощные удары своим лазерным мечом. Вот, враги постепенно заканчиваются. Ну и вот, друзья, идеальная победа. Никто из наших героев не пострадал. А вот враги были уничтожены просто за ура. Но это, опять же, друзья, мои самые сильные бойцы. Вот. Что, конечно же, неплохо. Но следующие составы, боюсь, будут послабее. Ну а пока давайте прокачаем скаарга. Вот, посмотрим, в каком он состоянии. По-моему, друзья, этот герой у меня на две звезды, если я не ошибаюсь. Нет, друзья, я ошибся. Он на три звезды. Вот. Я думаю, друзья, этого персонажа сегодня я тоже докачаю до 185 уровня. Вот так. Попробую его... Нет, удушать не буду по ингредиентам, так как его очень редко заказывают. Вот покажу, какую он анимацию делает. Вот какими-то искрит глазами. Отлично. Итак, лотос. Лотос, лотос. Этот герой часто заказывает. Поэтому, друзья, вот не жалко будет на нее тратить ингредиенты. Герой, как видите, 190 уровня. Вот. Я думаю, друзья, давайте-ка я ее прокачаю на 5 уровней тоже. Так будет здорово. Вот. Плюс улучшу лотос при помощи ингредиентов. Здорово. И Наполеон. Что я могу сделать с Наполеоном, с этой лягушкой? Вот. Распутин. Акила. А где же Наполеон? Итак, друзья, я пропустил Наполеон. И сейчас мы его найдем. Наполеон, Наполеон, Наполеон. Вот. Странно. Не нашел. Итак, еще раз. А, вот, друзья, он сверху. Наполеон 166 уровня. И сегодня я этого героя хочу прокачать до 175, чтобы у него появился наконец-то новый скилл. Отлично. Новый навык. Щелчок. Ну, так, к сожалению, вот разработчики не перевели. Но, я так понимаю, друзья, это самый первый навык. Достаточно неплохо будет наносить наш герой урон. Плюс еще лучше его ингредиентов. Здорово. Итак, друзья, идем с вами дальше. И давайте-ка, друзья, я возьму следующий состав. Ага, вот, Ваня И4 попросил состав Люди. Вот. То есть, как видите, он попросил сначала о прокачке героя. Потом свои комментарии написал Максим Киряков. И дальше уже Ваня И4 оставил свои комментарии Люди. Ну, что ж, друзья, давайте-ка я попробую взять по основному сценарию. Вот сейчас попробуем высадить лишних бойцов. И попробуем собрать команду Люди. И посмотреть, что из этого получится. Итак, состав Люди, 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 Люди. Интересно. Лотос. Вот. Кстати, Зак Человек или Инопланетянин. Ну, похож на человека, поэтому пока выбираю. Темпестра. Сомнительно, но тем не менее, похоже на человека. Вот. Кейси Джонс обычный. И Кейси Джонс охотник. Итак, 95749 единиц. Сила моей от 2 отряда. И скорее, друзья, это будет слив. Скорее всего, наш отряд не сумеет победить по основному сценарию. Поэтому давайте-ка я все-таки возьму состав Люди на зачистку очередного этажа 6 канала. Кстати, я уже дошел до 252 этажа. Вот здесь враг достаточно неплох. Но наш отряд из людей его порвет просто так. Итак, давайте-ка я высажу героев, которые участвовали в прошлом видео. Вот, где мы играли составами. Вот, на зачистке очередного этажа 6 канала. Вот, и сейчас я попробую собрать. Итак, состав Люди от подписчика А4. Итак, я выбираю Лотос, я выбираю Зака. Вот, Темпестра. Ну, по крайней мере, внешне похоже на Людей. Кто, кстати, у нас еще есть похожий? Крысиный Король. Хотя, сомнительно, Эйприл Анил. Вот, я, друзья, Шреддер, Супер Ирма, Дарк Дикаш. Хотя, по-моему, друзья, это инопланетяне, переодетый человеком. Вот, Скар, как-то сомнительно. Вот, Карай, это уже как бы человек 100%. Тем не менее, давайте, друзья, я остановлюсь на вот этом отряде, который у нас есть. Вот, сейчас, я уверен, мы уничтожим врагов достаточно быстро. А вот, смотрите, что делает Кейси Джосс. Кейси Джосс наносит очень мощный удар бейсбольными битами. Зэк бомбардирует врагов из космоса. Вот, Лотос рубит своим мечом. Врагам удалось ранить только Кейси Джонса. Вот, обычного. Он продолжает сражаться. Зэк продолжает бомбардировать сверху. Ну, и вот, практически идеальная победа. Никто из героев не пострадал. В свою очередь, мы получаем фиолетовые и синие кубы, что очень приятно. Здорово. Ну, что ж, друзья, идем с вами дальше. И давайте-ка я посмотрю следующий состав. Итак, Марина Шапира. Состав Леонардо. Трах, Кожеголов, Микеланджело, Лотос. Прокачай Лотос. Трага, Кожеголова, Железную Голову, Фрости. Я думаю, друзья, вот, давайте-ка прежде, чем пойти дальше, взять состав от Марины Шапира. Вот, по-моему, друзья, это подписчик Миша. Вот, он, это использует, я так понимаю, телефон с моей мамы. Вот, и вот, я попробую, прежде чем взять его состав, улучшить герой благодаря зеленым и синим кубам. А, кстати, следующий подписчик, Робот Ниндзя 12. Вот, почему-то есть, есть возможность, вот, он почему-то отображается, но нету текста. Что ж, ничего страшного, давайте-ка я пока прокачаю героя по зеленым и синим кубам, а потом посмотрим. Итак, есть у нас 7000 зеленых кубов. Сразу же, вот, открою 7 сундуков, то есть, каждая тысяча кристаллов равняется одному сундуку. И сейчас посмотрим, кого из героев удастся улучшить. Итак, из первого сундука выпадает улучшение для Бакстера Мухи, потом улучшение для Лео, Дони, Бибопа и синие сундуки. Ну что ж, неплохо. И уже более конкретная информация. Бакстер Муха улучшен на 16 единиц, Лео на 13, Дони улучшен на сколько? Я почему-то не написал, но Бибоп улучшен на 7 единиц. И еще остается 2 синих сундука, которые, опять же, дают возможность перевести некоторых 2-звездочных героев на 3 звезды. Либо, вот, достаточно неплохо улучшить те, что у нас уже есть. Итак, что здесь у нас? И здесь у нас, вот, усиление для Трага и Лео, по-моему. Итак, Траг улучшен на 125 единиц, это здорово. И Лео улучшен на 65 единиц. Так как эти герои уже 4-звездочные, мы просто получаем фиолетовые кубы. Это все, что нам удалось сегодня заработать. Ну что ж, друзья. Кстати, у нас очередная награда за то, что мы находимся в игре. Давайте-ка я соберу. И, как видите, это целая куча мутагена. Вот, дали в подарок 4 миллиона, 4,4 миллиона мутагена, что, конечно же, приятно. Итак, друзья, я попробую брать состав Марины Шапира, вернее, подписчика Миша, по основному сценарию. Очень надеюсь, что мы сейчас справимся. Итак, Леонардо. Леонардо, Леонардо есть. Траг есть. Здорово. Кожеголовый Микеланджело. Вот, замечательно. И Лотос. И Лотос, 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 Лотос. Итак, ой-ой-ой, друзья, только 109 тысяч 835 единиц против 213 и 864. Вот, я думаю, друзья, возможно, давайте-ка я прокачаю Лотос, Трага, Кожеголова, Железную Голову и Фрось, я потом пойду в бой. Хотя, давайте-ка, друзья, сразимся так, как есть. Если я проиграю, я еще раз займусь прокачкой героев и потом вот еще раз сражусь с этим составом. Но пока посмотрим. Вот, сильных бойцов я, видите, поставил в первую линию, более слабых в заднюю. И мне интересно, друзья, что из этого получится. Удастся ли победить или все-таки нет. Итак, Лотос рубит мечом, Микки оглушает. Траг стреляет из своей пушки. Кожеголовый метает каменную глыбу. Лотос, Леонардо продолжает рубить. Вот, пока спорно, непонятно, друзья. Проиграем и выиграем. Ах, ай-яй-яй-яй, друзья. Мы потеряли Кожеголова и Лотос. Вот, выжил только Траг, Леонардо и Микеланджело. Но и врагов тоже мало. Итак, пытаемся их добить. Друзья, и у нас непонятно, друзья. Итак, походу, никого не оказалось. Что это было, друзья? Есть нестабильность в вашей сети. Подведите, что... Друзья, победа. Победа, но, по-моему, друзья, никто из героев не выжил. Вот, какой-то спорный результат. Вот, друзья. Вот это было что-то. Итак, по-моему, друзья, вы видели, выиграли. Но это как-то было на грани. Я так и не понял, что это было. Что ж, тем не менее, давайте-ка, друзья, сейчас займемся прокачкой героев. Итак, вот, Миша попросил, чтобы я прокачал лотос. Вот, в принципе, сегодня я уже прокачивал этого героя, друзья. Поэтому, вот, давайте-ка просто подниму на уровень. Вот, до 196-го, мне кажется, друзья, этого будет достаточно. Так, плюс лучших героев ингредиентами. Так, следующий герой это траг. Что я могу сделать с трагом? Итак, трага я тоже, друзья, подниму на уровень. Он достаточно неплохо прокатен. Вы видите, для следующей прокачки нужна целая куча мутагена. Так, кожеголовый. Кожеголовый, 191-го уровня. Я его тоже, друзья, подниму на уровень. Вот, покажу с разных сторон. И нажму на него, чтобы увидеть забавную анимацию, как он бьет хвостом. Отлично. Итак, железная голова и Фрости. Что я могу сделать с железной головой? Он 185-го уровня. А вот этого героя, друзья, давайте-ка я немножко подтяну до 190-го уровня, чтобы он у нас уже был покруче. Да, вот так. Замечательно. Плюс лучшие его ингредиенты. Кстати, я не показал железную голову с разных сторон. Вот, и когда на него нажать, делает, вот как-то так, раскрывает грудную пластину и стреляет изтуда каким-то лазерным излучателем. Вот, скорее всего, это вот какая-то лазерная пушка, либо бластер. Супер. Итак, Фрости, последний герой, за которого попросил Миша, либо подписчик с ником Марина Шапира. Итак, Фрости, Фрости, Фрости. 193-го уровня. Ого, 7 миллионов для следующей прокачки. Ну что ж, друзья, поднимаю героя тоже на один уровень. Пока, друзья, мне кажется, этого будет достаточно. И сегодня, друзья, я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариях. Опять же, пишите свои составы. Буду брать по очереди от самых первых. И пока будет возможность снимать. Ну и, кроме того, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.